Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко. Добрый день, и Вадим Радионников. Помогает нам звукорежиссёр Евгений Копеин. У нас небольшие перемены, и Носовойка, которая должна была прийти к нам в эфир в 12 часов, не смогла это сделать, потому что её вызвали на заседание правительства, но это не значит, что она не придёт совсем. Она придёт в 17 часов, и наш второй гость, оппонент госпожи Войки, Лата Лапса, тоже согласился и поменял свой график, и он тоже придёт в 17 часов. Поэтому есть надежда, что всё-таки дискуссия, которую мы уже широко проанонсировали, она всё-таки состоится. Я напомню, что Инна Совойка является руководителем общества «За открытость Делна». Это общество выступило с инициативой создания ставшей уже скандально известной общественной комиссии по расследованию золи Туцкой трагедии. Поэтому эту тему мы всё-таки сегодня вечером обсудим. Но это не отменяет ещё одну программу. В 4 часа тут в студии у нас пройдёт... У нас сегодня будет две программы «Войсконтроль». В первой части в 4 часа будет дискуссия, посвящённая вопросам внешней политики. Там сойдутся и встретятся депутатами Борис Целевич и парламентский секретарь МИД Латвии Виктор Макаров. А во второй части нашего такого уже марафона встретятся, как я уже сказал, представители общества «За открытость Делна» и «Носовойка» и журналист «Лата Лапса». Поэтому не переключайте. А сейчас у нас в гостях экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов. Он пришёл к нам на выручку, потому что в последний момент мы узнали о том, что время программы переносится. Но это тоже не значит, что тема не актуальна, потому что Мирослав Митрофанов является одним из инициаторов создания Конгресса «Неграждан». И именно об этой структуре сегодня очень много и очень подробно говорил омбудсмен Юрий Сьянцев. Может быть, для затраг и, скажем так, для плавного перехода темы, господин Митрофанов, как оцениваете, скажем так, процесс создания общественной комиссии по ЗОЛИ? У вас большой опыт, а общественная работа наверняка не раз приходила создавать подобные группы или неподобные группы. Но так или иначе, как вам удавалось до сих пор работать в общественных организациях без таких бюджетов, как были описаны в прессе? Без измельчителя бумаги за 900 латов. Ну, без измельчителя бумаги за 900 латов работать можно, но вообще, конечно, без средств любая общественная структура работает медленнее, чем она работала бы, имея некоторое финансирование. Однако, когда я услышал о том, что создается специальная общественная комиссия для расследования трагедии в ЗОЛИ, мне на память пришла не мой опыт работы в общественных организациях, а парламентский опыт. Дело в том, что все имя Латвии в практике работы нашего парламента достаточно часто, в прошлом, создавались комиссии, комиссии по расследованию. Ну, вы представьте, они, в общем-то, состоят из депутатов, и первоначально к ним интерес был очень большой. То есть, там, ну, там, кражи трех миллионов Латвэнерго, допустим, там, 10 лет назад. Создается комиссия, там, все стоят на ушах, журналисты бегают за депутатами, спрашивают, а может быть, вам что-то удалось узнать, может быть, вы нам там что-то сказать. Но понемногу, по мере того, как дым рассеивался, вот, интерес к подобным комиссиям становился все меньше, меньше и меньше. Я не хочу таких очень грубых слов говорить, но скажу так, работа этой общественной комиссии, или депутатской комиссии, в данном случае, в парламентском, она напоминала унылую каку. То есть, как бы, все это идет очень так медленно, противно. Кого-то вызывают, люди приходят, говорят, значит, отвечают на вопросы депутатов, пьют кофе, расходятся, вытирают салфеткой рот, и на этом, как бы, вот, рабочий день закончен. Это как у Довлатова встретились, поговорили, да? Встретились, поговорили, а в итоге, там, через полгода промежуточное сообщение, через год окончательное сообщение работы комиссии, но к этому времени уже никакого интереса к нему нет. Потому что это сообщение, ну, работа этой общественной комиссии, или там, депутатская комиссия в тот момент, она формировалась фактически на основании копипейст из статей журналистских, которые были уже к этому времени опубликованы. То есть, все, что можно было узнать, оно уже вообще в публичной сфере уже прозвучало на тот момент. Подождите, но ведь депутатам доступна информация иногда с какими-то там, скажем так, статусами, что-то полусекретное. Нет, ничего, не доступно. Вы можете вызывать к себе начальников полиции, которые вам обязаны отчитывать, журналистами несколько иначе. Что же там за проблема-то было? Вот, я к чему вспомнил этот парламентский опыт, у депутатов действительно немножко больше полномочий, то есть, на вопрос, запрос депутатов, в принципе, государственные учреждения, они, ну, отвечают, и по статусу, как бы, положено отвечать, и по закону положено, то есть, в течение месяца они где-то дают ответы. На вопрос общественной комиссии, в принципе, ну, как бы, если они очень хотят, они могут, конечно, ответить, если не хотят, могут и не ответить. То есть, я к чему все это веду? К тому, что у общественной комиссии нет особых полномочий, которые бы, могло бы по-другому организовать работу и обеспечить результат. Если нет у этой общественной комиссии своего прокурора, я во всех смыслах говорю, то есть, и формально, и неформально, то есть, нет по закону данных функций и прав провести дознание, то есть, чтобы прокурор бы сказал, то есть, я вот там, например, обращаю суд для того, чтобы разрешение дали на обыск у должностных лиц компании Реандре, и одновременно на обыск у бизнес-спикера Сейма, там, госпожи Аболтани, то есть, ну, для того, чтобы доказать, если это связано. Но это полномочия правоохранительных органов. У общественной комиссии таких полномочий нет, они не могут заниматься обысками, не могут изымать документы, если они даже не имеют права взять эти документы у полиции. Более того, об этом уже полицейские сказали, что никакая информация не будет предоставляться общественной полиции, вот такого статуса. Вадим, я это не знал, но они молодцы полицейские, они абсолютно правильно сказали, потому что они-то должностные лица, они по закону отвечают перед обществом за сохранность той информации, которую они собрали. Общественники за такое ни за что не отвечают, они могут взять эти бумаги, потом рассказать всем, к чему угодно, как идет расследование. Хорошо, как вы относитесь к инициативе создания подобной комиссии? Я уже говорил о том, что госпожа Войк, это лидер Делны, об этом заявила в первые дни после трагедии, и вот сейчас эта комиссия уже обретает некие черты, во всяком случае, стала известна смета 150 тысяч латов на четырех человек. То, что, возможно, руководитель Делны имел самые положительные намерения, когда произошла трагедия, расследовать, поучаствовать в расследовании, я не сомневаюсь. То есть у него мотивация вполне была положительная. Но ее нужно было просто остановить, кто-то политики или общественные действия должны были сказать, вы знаете, ну давайте доверим работу полиции. Или мы доверяем полиции и прокуратуре, или мы им не доверяем. Мы прогоняем этот генерального прокурора, заменяем всех полицейских чинов, если мы им не верим, что они могут честно, добросовестно, на основании закона и полномочий с данным законом расследовать эту трагедию. Хорошо, но ведь изначально было объявлено, что не только расследованием собирается заниматься эта комиссия, но и в том числе пересмотреть систему. Ну вот, допустим, какую там еще надо структуру создать, чтобы контролировать строительство, как, к примеру, надо было бы реструктуризировать Рижскую Бу-Валду, к примеру. То есть речь идет не только о каких-то процессуальных действиях, но и об изменениях в законодательстве возможных. Полиция этим заниматься вроде как бы не может. Может быть, хотя бы вот в этом направлении стоит ожидать более или менее качественных результатов от работы этой комиссии? Безусловно, что-то менять в системе надзора на строительство необходимо, но я очень сомневаюсь, что люди, которые туда привлечены, то есть, ну, по крайней мере, фамилии, они способны сделать такой объем работы, который необходим для того, чтобы пересмотреть законы и подзаконные акты и сформировать предложения для парламента на уровне уже каких-то законов. То есть там должны быть специалисты, я думаю, что нужно, в общем-то, доверить и строителям, и политикам, то есть, и работать. А строители в этой истории некоторым образом заинтересованы? Ну, есть конкуренции. Надо смотреть, кто заинтересован, кто меньше заинтересован. Во-вторых, есть еще... Вы строители в любом случае заинтересованы, чтобы контроль, возможно, был не настолько тщательный, не настолько строгий, к примеру? После того, как вся строительная сфера, область Латвии скомпрометирована по результатам этой трагедии, я думаю, что для спасения честного имени строительной отрасли и спасения честного имени многих строительных фирм, они просто очень заинтересованы в том, чтобы в будущем подобные трагедии не повторялись. Они совершенно смогут зарабатывать, но заработок будет немножко меньше, потому что чуть больше контроля. А в общем и целом, чего ждете от работы общественной комиссии? Я ничего не жду, я очень бы хотел, чтобы она вообще не начинала свою работу, потому что это просто профанация, это выпускание пара, это возможность скрыть в шуме информационной, который будет стоять, настоящих виновников, и особенно участие, я подозреваю, я не могу об этом утверждать, но я подозреваю участие правящих партий, скажем так, в крышевании строительного бизнеса. То есть получается, что комиссия создана специально для того, чтобы вот этой сметой, вот этими зарплатами отвлечь внимание общества от правительства? И сметами, и зарплатами, и той информацией, которая будет поступать в течение года. То есть это осознанная провокация такая? Я думаю, что люди, которые инициировали создание комиссии, повторяю еще раз, они имели положительную мотивацию, но это идеалистический подход. И ими воспользовались циники политики, которые таким образом поставили работу уже на первых этапах этой комиссии, вот обсуждение этого жуткого завышенного, завышенной сметы, допустим, сейчас, чтобы комиссии никто бы не верил, чтобы она сейчас бы не сказала в ближайшее время, все люди скажут, а, ну да, то есть они там получили свои миллионы, условно говоря, и сейчас поют в пользу правительственных партий. На что еще хочу обратить ваше внимание, на личность руководителя, господин, кажется, комиссии. Бригадный генерал армии Великобритании. Да, как говорят русские, цепореност. То есть, как бы, офицер давал клятву, там, как бы, присягу, вот, верен секретам НАТО, то есть, все тут, все нормально. Какое он отношение имеет к строительству, я вообще, как бы, не принимаю. Но можно предположить, можно предположить на уровне предположения, что назначение именно человека, который сверхлоялен западным, нашим западным партнерам, и, фактически, ну, как бы, всегда выполнил некоторые функции приглядывания за внутренними делами в Латвии, то есть, с той стороны, как бы, чтобы секреты НАТО не выходили, чтобы все было бы правильно развивалось. Вот. Сейчас, может быть, его попросили приглядеть за работой этой комиссии, чтобы, не дай бог, никто бы из прытких общественников не накопал ничего такого, что могло бы быть во вред использована стабильность политической системы Латвии. То есть, он сдерживающий фактор? Его, ну, кто-то мог планировать в качестве сдерживающего фактора. То есть, для того, чтобы слишком глубоко они не зашли, и чтобы интересы правящих партий, которые в этой небольшой стране, естественно, пересекались в каких-то ситуациях с боссами строительной индустрии, ну, финансирование приборных компаний, например, да, использование каких-то там незадекларированных средств на приборные компании и так далее. Это можно предполагать, да. То есть, для того, чтобы этот вот скандал, шум возможный, чтобы он бы не привел к полной потере доверия избирателей, ну, к таким партиям, как Единство. То есть, получается, что Казачинша в какой-то степени бросили на амбразуру? Ну, можно предположить, что да, для того, чтобы не всплыли бы факты, которые не должны всплыть. А тот факт, что он добивался зарплаты в 2000 латов, потом все-таки под давлением, видимо, правительства эту сумму снизили, и, возможно, снизит еще раз, вот это, на ваш взгляд, тоже спланированная акция? Или, в принципе, вот вознаграждение, на которое он рассчитывал, если предположить, что вот и поверить вашей теории? Я думаю, что он абсолютно искренне считает, что столь сложная работа, она должна оплачиваться достаточно хорошо, раз он как бы и прикрывает, и рискует, и пасет этих общественников. Другой вопрос, что этот человек вряд ли в последние, там, десятилетия своей жизнедеятельности где-нибудь участвовал в общественных каких-то организациях. Естественно, что опыта такого нет, он воспринимает это просто как продолжение службы. Хорошо, что у нас получается? От общественной комиссии, по вашим словам, ожидать нечего, потому что, во-первых, материалы им не дадут, во-вторых, вообще, в принципе, уже сомнительная репутация появилась. От политиков тоже ожидать нечего, потому что комиссии по расследованию работают долго и вяло, как вы сами говорите, тем более мы можем, у нас есть основания подозревать отдельных политиков в лоббировании интересов строительной сферы. От строительной сферы ожидать, опять же, мало чего можно, потому что они натуральным образом заинтересованы в том, чтобы не было такого сильного контроля, хотя, возможно, сейчас на волне какой-то эмоциональной ответственности, может быть, какие-то просветы совести у многих появятся. Полиция при этом работает довольно медленно, с вами говорят, что долго надо будет ждать результатов, и экспертиза долго проходит, и вещественных доказательств много. То есть, получается, какого-то вменяемого результата по, допустим, изменению в системе надзора за строительством, по расследованию самой трагедии, по выявлению реально виноватых лиц, ожидать неоткуда или долго? Значит, надо разделить этот вопрос на две части. Я считаю, что нужно доверять полиции. У нас нет сейчас никаких оснований сказать, что они не смогут провести расследование. И часть тех средств, вот этой безумной сметы, которая была предназначена для финансирования общественной комиссии, следовало бы просто перенаправить на то, чтобы полиция могла бы заказать независимую экспертизу в нескольких странах. У специалистов строительных, которые никаким образом не связаны ни с латвийским государством, ни со строителями из Латвии. И потом опубликовать результаты этих экспертиз просто в общественных СМИ, в публичных, для того, чтобы людям смогли бы специалисты, не специалисты сами сделать выводы. То есть, это вполне заменит общественную комиссию. Что касается дальнейшего изменения законодательства, то тут работа фактически лежит вся задача на плечах парламента. И здесь очень многое зависит от оппозиции, насколько она сможет настоять на том, что необходимо привлечь специалистов, может быть, тоже из-за рубежа, может быть, наших, для того, чтобы пересмотреть, как сказал Батька Рухашенко, перетрахивать весь законодательный багаж, касающийся строительной сферы, и внести изменения. Такого оппозиции голосов только нет, чтобы продвинуть что бы то ни было. Оппозиция берет не голосами, а своей боевитостью. Поэтому мяч в данном случае, все-таки, я считаю, на стороне оппозиции. Прервемся ненадолго, новости и реклама, а потом вернемся. Экс-депутат Сэйма Мирослав Митрофанов, гость нашей студии сегодня. Не переключайте. Ну, мы продолжаем. Это программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня экс-депутат Сэйма Мирослав Митрофанов. В первой части мы поговорили об общественной комиссии, которая была создана для того, чтобы расследовать золитузскую трагедию. Во второй части, наверное, начнем с заявления омбудсмена Юрия Саянсенса, которое он сделал в разговоре с газетой «Латвия Савиза». По его словам, активисты Конгресса неграждан распространяют в международных организациях лживые сведения о Латвии и соблюдение здесь прав человека. По его словам, неграждане в Латвии не дискриминируются. Господин Митрофанов, как оцениваете? Когда мы прочитали вот эту его нелишенную эмоциональности фразу в письме, направленном в ОБСЕ, кстати, мы почувствовали, что нам вручили орден. То есть, утилия Конгресса неграждан получили очень высокую оценку со стороны человека, который должен прикрывать поток негативной информации, идущей из Латвии, касательно прав человека. Не справился товарищ и об этом признался, что на самом деле письма, обращения, идущие от Конгресса неграждан, идущие от русских политиков, от депутатов парламента и европарламента, они все-таки оказались более действенными и серьезными, чем работа государственного учреждения, де-факто которым является бюро нашего омбудсмина. То есть, вы удовлетворены? Нет, мы частично удовлетворены тем, что он признал, что на самом деле информация дошла, ну, скажем, до генсека ООН Пангимуна, допустим, да, то есть, который во время своего недавнего визита в Латвию все-таки достаточно недвусмысленно сказал, что проблему массового безгражданства надо решать. Потом на него там все врушились, там, так далее, он вынужден был сказать, что у нас очень демократическая здесь система, но птичка вылетела, как бы, это определенное достижение. Так что, но это достижение уже, это уже, как бы, в прошлом. Надо смотреть на будущее. В будущем надо четко признать, что омбудсмин в вопросах не граждан, не является, как бы, партнером, не является партнером, и не является человеком, на которого можно рассчитывать. У него свое и достаточно специфическое представление о правах человека, которое расходится с общепризнанным, скажем, в Европе и мировым отношением. То есть, считается, что ситуация никогда не может быть такой хорошей, чтобы ее не улучшить. Особенно, если мы смотрим на ситуацию в Латвии, то она, как бы, вообще нехорошая, и вопросов для ее улучшения есть очень много. И когда омбудсмен заявляет, что в какой-то сфере все абсолютно замечательно, то это очень болезненный симптом. А с чем, на ваш взгляд, связаны последние заявления господина омбудсмена? Потому что и с ним связана история с русскими школами, когда она одна из учительниц русского языка, как сообщает пресса, он натравил инспекторов по проверке госязыка, ее оштрафовали, потому что она не смогла с ним на грамотном латышском пообщаться в одной школе. И теперь мы наблюдаем интервью в Латвии Савизе, где он достаточно жестко высказывается о негражданах, об инициативах Конгресса неграждан. Раньше такого не было. Во всяком случае, такой риторики жесткой в отношении нас меньшинств он замечен не был. Заканчивается первый срок работы господина Янсена на должности омбудсмена, или ТССАРГа, как по-латышски звучит, и ему надо перезабираться. Обратно возвращаться в ту сферу, откуда он пришел, то есть он, по-моему, там и адвокатом был, и юристом, но для него это уже сейчас не комильфо, потому что он занимает достаточно высокое положение в государстве, в политику его никто не собирается брать, а остаться в сфере государственного управления, быть таким высокооплачиваемым и высокопоставленным чиновником, ему очень хочется. Он прекрасно понимает, что Центр Согласия вряд ли за него будет второй раз голосовать, а при первом избрании он был выдвиженцем и на Центр Согласия. А почему? Что изменилось? Ну, он как бы не оправдал возложенных на него надежд. А что это были за надежды? Были надежды, что человек независимый, молодой, профессионал, юрист, не имеющий особых связей с политической системой страны, он сможет действовать смело, независимо, зарабатывая авторитеты на международном уровне, чтобы люди потом сказали, да, ну, люди не здесь, а там, скажем, Совет Европы, Европарламент, ОБСЕ, ООН сказали, да, вот в Латвии есть настоящий боец, и, наверное, можно на него рассчитывать, ну, как, например, Нил Мужник, допустим, да, вот он может составить когда-нибудь карьеру в международных организациях. То есть, морковка там была на самом деле, то есть, карьерный международный рост. Но он выбрал путь претендовать или бороться за то, чтобы остаться на своей должности, на должности омбудсмена второй раз, и единственное, кто ему может поддержать, это, оговорка по фрейду, да, единственное, кто может поддержать, это единство, ну, и, конечно, национальное объединение. Поэтому сейчас вот своими выходками против русских учителей и против неграждан он заворабатывает очки перед выборами у национального объединения и у единства. — Как считаете, успешно? — Я не знаю, как они на него смотрят, у них, наверное, свои есть какие-то уже кандидаты на эту должность. Естественно, что есть люди, которые... То есть, он в ряду возможных кандидатов, возможно, Янсен не самый первый для того же самого национального объединения. — Давайте примем звонок, одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. — Добрый день. А как же не ущемляются права, когда лишают права голоса? Я считаю, что вот эти неграждане, они и являются патриотами Латвии. Спасибо. — Спасибо за ваше мнение. — Ну, кстати, об этом Юрис Янсенс в интервью Латвия Савиаза тоже говорит, но достаточно кратко и емко. Он говорит, право избирать и быть избранными имеют только граждане страны. Соответственно, что неграждане не имеют, это не является нарушением прав человека. — Я его письмо, кстати, досчитал до конца, которое он отправлял в ОБСЕ. Первая часть, конечно, очень грозная, что там вот враги народа извращают. Правда, негражданах на самом деле все очень здорово и замечательно. А вторая часть, она очень интересная. Он говорит, что вы там в ОБСЕ, пожалуйста, при разговорах с латвийскими политиками, все-таки говорите, что к негражданам, то есть не к негражданам пишут, к национальным меньшинствам надо относиться хорошо и как-то вот все-таки обеспечивать изучение латвийского языка и сохранение их идентичности. То есть это говорит о том, что письма и экспертные заключения омбудсмена состоят из отдельных фрагментов, которые предлагают его сотрудники, помощники. — То есть он копипестом занимается? — Не он. Ну, кто-то пишет ему эти все бумаги. Видимо, один сотрудник более консервативных взглядов, другой более либеральных. В результате получается... — А что в этом письме сам Янсенц? — Получается, как в этом мультике про Стоквашино, да? — Ну, вот эти вопросы надо задать ему лично. То есть где его... — А сам-то он как считает? Вы же общались с ним в Руссенце? — Я лично с ним никогда не общался. Я могу судить только по тем публикациям и по тем выступлениям, которые доступны в СМИ. — Ну, кстати, Юрис Янсенц собирается прийти к нам в студию. Будем надеяться, что он выполнит свои обещания и придет к нам уже на этой неделе в четверг. — А я напомню, телефону прямого эфира 6-7-2-12-93-9. 6-7-2-13-93-9. Звоните, пишите в видеочате на портале МиксНьюс.ЛВ. — Господин Митрофанов, может быть, вы как-то уточните, что на этот раз вы такого написали в ОБСЕ или куда-то еще, что это заметил омбудсмен? — Может быть, что-то особенное было, какой-то поворот? Или о наболевшем? — На самом деле, визит руководителя ООН в страны Балтии – это очень редкое событие, которое случается, может быть, раз в 5-10 лет. И когда господин Пангимун приехал в Литву, потом в Латвию, к нему было очень большое внимание привлечено, потому что уже выше специалиста или авторитета в правах человека уже не существует. Когда он со своей высоты, со своей колокольни сказал все-таки, что надо решать проблему неграждан, это было фактически признание того, что все усилия латвийских властей для того, чтобы замылить проблему и ее утопить в разговорах, они не увенчались успехом. То есть, по крайней мере, ООН признает наличие проблемы и продолжает воздействовать на власти Латвии с тем, чтобы это разрешить. Ну вот, насчет омбудсмена мы немножко не закончили разговор, насчет, почему как бы так получается. Помимо личности, есть еще и системная, очень серьезная ошибка в Латвии, поскольку латвийский закон, который предполагает выдвижение на эту должность кандидата в омбудсмены, он недостаточно четко определяет критерии, по которым должны отбираться эти люди. То есть, Янсен не соответствовал тем критериям, когда его назначали на должность, которые предъявляются в странах старой демократии к людям такого уровня и к государственным деятелям такого уровня. То есть, омбудсмен, например, в Швеции, в Норвегии, это человек, который уже заранее известен обществу, на которого просто так вот цикнуть или давить или угрожать, что ему там лишат финансирования, на него невозможно. То есть, на темных лошадок там не ставят? Категорически. Там должен быть известный, уверенный в себе, специалист высочайшего уровня, у которого есть авторитет, который не связан с авторитетом выдвинувшей его партии. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый день. Видите, тут проблема не граждан, и граждан даже. В другом. Тут все, весь смысл в языке. Вот я, допустим, гражданин, да. Ну, по закону. Мой отец, ну, латыш, мать русская. Я не знаю латышского. 20 лет меня теркают, да. Вот. И я думаю, между прочим, по европейским законам, я имею право подать на них в суд, меня притесняют 20 лет с лишним. Это по 20 евро в день, грубо говоря. Это получается 200 тысяч. Если наших 300 тысяч подадут в суд, и все начнут обращаться, вот, то тут, грубо говоря, тут 10 годовых бюджетов надо будет выплатить. Спасибо. Как оцениваете? Не слушайте тех общественников, политиков, которые предлагают судебный путь для решения проблемы неграждан. Такого пути не существует. То есть, это просто потеря времени, силы и лишней надежды. Единственное судебное дело, которое сейчас касается неграждан, находится в международном суде по правам человека, касается отказа латвийских властей от присвоения почетному негражданину Юрию Петропавловскому латвийского гражданства. Произошло это уже почти 10 лет назад. По результатам школьной революции ему, как одному из лидеров фактически протестов в 2003-2004 годах правительство на уровне кабинета министров отказало уже после того, как он прошел все экзамены и все проверки. Вот это дело находится сейчас в Страсбурге, в международном суде. Мы ждем, что в следующем году оно будет наконец-то рассмотрено. Но мы, насколько чувствуем, суд боится к нему приступать, потому что фактически это будет очень сильный удар по самомнению и по авторитету латвийских властей, которые утверждают, что все в порядке. Но вот так вот просто претендовать государству, сказать, что мне положено, и дайте, к сожалению, такого пути нет. И у решения, у проблемы негражданства есть два решения. Первое, это если чудом вдруг завтра все пойдут нейтрализуются. Второе, опять-таки чудом, если вдруг все неграждане-неграждане, которым сочувствуют, выйдут на улицу, это там сотни тысяч человек, станут вокруг здания правительства и предстоят несколько дней. То есть по аналогии с Майданом сейчас. Да, то есть был бы Майдан, было бы решение негражданства буквально за несколько дней. А было бы? Вот если бы вышли? Безусловно было бы. То есть было бы такое массированное давление со стороны международных организаций и западных партнеров, которые сказали, ну мы же вам доверяем, вы же говорили, что должна быть, будет тут стабильность, а стабильности нет. Давайте-ка со своими русскими договаривайтесь. И договорились бы. Хорошо, ну а как в таком случае партии, не знаю, единство, тот же Насблок, потом объяснили бы это своему электорату? Что на нас надавили, мы сдались? Да, уже много раз такое было. То есть это было 2000... Но это прошло бы? Конечно. То есть это психология, в общем-то, правящих партий и значительная часть электората, которые считают себя маленькими сирами и вынужденными подчиняться грубому давлению со стороны западных партнеров, под которых, в общем-то, они очень сильно зависят. То есть язык силы работает? Только этот язык? Язык силы, безусловно. Хорошо, ну возьмем ради примера ситуацию на Майдане. Мы видим, что на протяжении уже почти месяца сотни тысяч человек собираются в центре Киева, но тем не менее правительство Азарова в отставку не уходит, Янукович в отставку не уходит. Жизнь как бы идет своим чередом. Получается, что не так уж и эффективны эти методы народных волнений. Во-первых, это же пример только одной, так называемой, ну как бы массовой акции. Я, кстати, отношусь достаточно неоднозначно к целям тех, кто сейчас агитирует на Майдане, но надо признать, что до этого момента было множество примеров достаточно успешного использования массовых уличных акций для решения внутрополитических проблем и правозащитных проблем в разных странах мира. Вот недавно мы, то есть весь мир проводил великого лидера Южной Африки, на Манделлу, да, то есть в принципе в акциях против апартеида участвовали сотни тысяч человек. То есть они добились, в конце концов, разными способами отмены апартеида и, ну, хотя бы формального равноправия в собственной стране. Но не без насилия. Не без насилия, но есть примеры, когда можно это сделать без насилия. То есть в Северной Европе можно добиваться, учитывая другой менталитет и другие культурные традиции, и без всяческого кровопролития. Но для этого нужна четкая манифестация воли. Пока этой манифестации воли нет, и многие недовольные, то есть практически абсолютное большинство недовольных граждан и неграждан предпочитают сидеть дома и жаловаться. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, два дня или три дня назад смотрел российское телевидение, встречался Путин с губернатором Псковской области. И губернатор Псковской области заявил, что на значительной степени решили демографическую программу за счет переселенцев из Эстонии и Латвии. И, я думаю, в значительной степени решают проблему за счет переселенцев в Европу. И поэтому вопрос о гражданстве у многих не так остро стоит. И доживем до того момента, когда здесь будут гоняться за этими негражданами. Ну, наверное, нас уже тогда не будет. И вот на это, видимо, весь расчет. Ну, у вас очень мудрое наблюдение. Здесь есть о чем поговорить. Действительно, метод выпуска пара или давления излишнего в Латвии это возможность для свободного отъезда Западной Европы, чем и пользуются многие люди, которые не могут реализовать себя в этой стране. То есть, получается, что тот факт, что неграждане, им сложнее уехать, таким образом, в принципе, сохраняется в какой-то степени и русская община в Латвии? Я не рассматриваю этот аргумент в качестве определяющего, потому что абсолютно большинство неграждан сейчас люди уже пожилого возраста, которым адаптироваться в новой среде и в новой стране было бы невозможно. И те молодые люди или люди среднего возраста, у которых здесь нет работы, они все-таки сдают на гражданство и уезжают. Таких примеров сотни тысячи. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Мирослав Митрофанов, экс-депутат Сейма, гость нашей студии. Сегодня звоните, совсем немного времени остается до конца эфира. Но все-таки я хочу вернуться к Майдану. Вот Янис Домброва, депутат Сейма от Нацблока, поехал, чтобы поддержать украинский народ. Как вы вообще оцениваете позицию Латвии в этой украинской истории? Она более сдержанная, чем позиция Литвы или Польши, которая откровенно давит на власти Украины, с тем, чтобы здесь сделали выбор в пользу европейской интеграции. То есть Латвия не давит? Нет, Латвия как бы всегда, вот, надо все-таки делать различия. Что касается соседей по Восточной Европе и особенно по советским странам, Латвия всегда действует более деликатно, чем ее соседи. Я имею в виду отношение к той же самой Белоруссии, где, несмотря на все попытки давления со стороны западных партнеров, Латвия всегда воздерживалась от прямых каких-то там объявлений санкций, допустим, или что это такое. И сейчас тоже, да, есть дежурное, как бы, ну, высказывание различных претензий к властям Украины, но, я еще раз повторяю, это не сравнить по размаху. Ну, тот же самый пример. Вот вы сказали, что поехал Янис Домброва. То есть это самый радикальный, в кавычках говоря, самый отмороженный национальный депутат. Но до этого был Эдгар Ренкевич, министр иностранных дел. Ему положено по своему, по мандату. Правда, он подчеркнул, что он не на Майдан ездил, а на встречу с руководством. Естественно. Если это сравнить с тем, что на Майдане оказались многие не радикальные, а даже центристские правые политики стран Западной Европы из Америки, то есть сенаторы, депутаты, фактически большая часть нескольких фракций Европарламента поехала туда, то есть митинговать вместе с участниками вот этих всех акций протеста. Кстати, Татьяна Аркадьевна Жданок, она распространила своей фракцией и по соседним фракциям информацию о том, что там, ну, половина на половину в Украине сейчас получается. То есть 45% за таможенный союз, 49% за евроинтеграцию. То есть Восток и Запад стандартный. Четко абсолютное разделение Восток и Запад и фактически участие западных политиков в этих протестных акциях на стороне сторонников евроинтеграции еще больше раскалывает страну. Еще одна история, которую вкратце хотелось бы обсудить. Песня Олега Газманова «Я рожден был в Советском Союзе, сделан я в СССР», вызвала скандал, отреагировал на нее на Шмидт на самом высоком уровне. Заявили о том, что на 20-летие Конституции Российской Федерации, где она была исполнена, таким образом восхвалялся Советский Союз. Латвия возмутилась на официальном уровне. Как оцениваете? — Художника нельзя ругать за художественное произведение. То есть это его видение, это его эмоции. И литовцы, они вообще отличаются, я имею в виду литовские политики, отличаются излишней подозрительностью. То есть они ищут проблемы там, где их часто нет. — Но литовцы все-таки отреагировали на уровне бывшего министра. — Нет, но шум начался в Литве. Именно, пошел оттуда. Все это пошло оттуда. И я не люблю Газманова и, честно говоря, его однообразные песни. Но в данном случае и умом, и сердцем я на его стороне. — Хорошо, но художника судить, может быть, и нельзя, но можно как-то реагировать на действия организаторов концерта. То есть включать такую песню в программу или не включать такую песню в программу? Это какой-то сигнал со стороны Кремля, допустим? — В России сейчас у российской политической элиты двойственное отношение к советскому опыту. То есть это признается частью исторического наследия и частью коллективной исторической памяти современных россиян. То есть Россия от этого не отказывается, относится достаточно положительно к советскому опыту. Но в то же время абсолютно, ну, 100% современных высших политиков и чиновников Российской Федерации в страшном кошмарном сне не видят восстановления Советского Союза, иначе им пришлось бы нести ответственность и за предыдущее прегрешение, и нести ответственность за развитие такой огромной территории, чего они сейчас делать не могут. Поэтому... — То есть Россия назад в СССР не хочет? — Ни в коем случае. На уровне, опять-таки, руководства страны, то есть у них абсолютно другие приоритеты, совершенно другие устремления. Но в то же время они достаточно положительные, и с чувством ностальгии относятся к советскому прошлому. — Но исполнение этой песни на, как я уже сказал, 20-летие Конституции, где были собраны и были приглашены куда представители дипкорпуса практически всего, который работает в России, это была случайность или осознанно? — Я думаю, что это коррекция предыдущего достаточно несоответствующего менталитету россиян, поведения российской политической элиты, которая в начале 90-х годов вдруг заявила, что история начинается с пустого листа. Вот мы объявили независимость России от остального Советского Союза, что в самом себе хохма, конечно, была. И после этого, все, что было до того, этого нет. Вот с чистого листа мы начинаем развитие государства. Это был, конечно, перегиб, это было лицемерие и глупость. И сейчас различными шагами россияне как бы подправляют. — То есть песня прозвучала не случайно? — Она прозвучала не случайно. Я еще раз говорю, что у россиян есть ностальгия, такая достаточно здравая и здравое осмысление российского, то есть советского опыта, как части опыта, исторического опыта современной России. Но, опять-таки, возвращение в советское время, оно даже страшно с ней не приснится ни одному ответственному лицу современной Российской Федерации. — Ну что ж, на этом подведем итог сегодня нашей программы. Экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов был в гостях у «Разворота». Спасибо вам большое. — Спасибо вам.